Приветствую, друзья! Также в списке новинок есть еще один игровой ЦАП, на этот раз от бренда Duke Audio. Внутри него стоит мобильный конвертор от ESS, USB-чип от Bravo, ACP от Cirrus Logic и целых восемь операционных усилителей. Без экрана и баланса, зато с темброблоком, поддержкой гарнитур, отдельным входом для микрофона, оптическим выходом и разветвителем USB. Очень любопытный девайс. О нем сегодня подробно и поговорим. Поехали! Коробка, как видите, совершенно обезличена. В комплекте шла документация, гибридные Type-C и оптические кабели. Вот тут есть нюанс. В случае, если ваш источник выдает меньше двух ампер, то придется докупить еще один USB кабель и возможно адаптер питания. Над дизайном, прямо скажем, сильно не думали. Обычная призма на четырех прорезиненных ножках и, что очень удобно, с тремя полноценными USB 2.0 портами на верхней части. То есть порт, который мы расходуем от ПК, нам возвращается втройне. Ненужные же можно оставить под резиновой заглушкой. По входам здесь только оптика и USB на Type-C разъеме. Выводится же сигнал на еще один оптический разъем, RCA пару и три с половиной миллиметровый выход под наушники. Он, кстати, также поддерживает гарнитуру. В случае, если у вас таковой нет, предусмотрен отдельный вход для микрофона. При этом сразу два микрофона использовать нельзя. В таком случае работает только левый порт. Еще тут есть физический переключатель входа, два индикаторных светодиода, в том числе и отвечающий за клиппинг и три регулятора для уровня микрофона, бас-буста и громкости, совмещенной с питанием. В качестве начинки нам установили конвертер ES9039Q2M, ACP CS5361 и целых 7 операционных усилителей NE5532, в том числе один в кроватке. На USB же стоит проверенный временем SA9123L. DSD аппарат не поддерживает, только PCM до 32 бит 192 кГц. Зато выходная мощность радует. Аж 450 мВт на 32 Ома нагрузки. Ну и минуса у устройства ровно два. Нет выбора для выхода сигнала и одна и та же громкость для RCA и выхода под наушники. Что, как я уже не раз замечал, опасно не только для наушников, но и для вашего слуха. Под всеми видами операционных систем Q2 Pro определяется автоматически, естественно с поддержкой BitPerfect режима. И если же вам понадобится ASIO интерфейс, то у Bravo превеликое множество всяких драйверов. Замеры я проводил 24 бита 96 кГц с каждого из выходов на АЦП Иванда Космос. В результате RCA показал себя просто отлично, за исключением нижней части АЧХ. В остальном, шумы тут на минус 154 дБ, высокий динамический диапазон, гармонические искажения на минус 108 дБ, что соответствует 0,63%, а интермодуляционные на минус 104 дБ. На 3,5 мм джеке имеем гораздо лучшую кривую АЧХ, гармонические искажения на уровне минус 110 дБ, а интермодуляционные на минус 106 дБ. В процентах это 0,42, что даже лучше, чем у RCA. То есть прямо ну очень хорошо. Вход для микрофона работает, однако не может похвастаться ни уровнем сигнала, ни чистым фоном. Так что профессиональным данное решение я тоже не назову. Касаемо выхода RCA, даже с усилителем SMSL HO200 я не получил сколь-либо впечатляющего качества. Да, стало лучше в плане масштаба и глубины, но в целом почти один в один. Так что тратиться на какие-то внешние блоки я бы тут наверное не советовал. Из наушников что-то дороже сотни долларов тоже покупать нет смысла. Мощности для них может и хватит, а вот объемом, особенностями текстур и всякими аудиальными изысками аппарат, откровенно говоря, похвастаться не может. При этом все предельно чисто, честно и подробно. Если вы ценитель техничности, динамики и прямо подчеркнутой артикуляции, это именно оно. Сцена, привычная для NE5532, особо не выдается в глубину, размещая все примерно на одном от вас расстоянии. Зато ширину она прекрасна. С прозрачностью тоже вопросов нет. Все ярко, четко и очень выразительно. Для мониторинга сигнала, рок, электронной или другой драйвовой музыки Q2 Pro естественно подходит. Но не для оркестра, чего-то джазового или академического. Нормальный, скажем так, звук для нормальных людей. Без особых откровений, но и без каких-либо акустических проблем. Бас здесь глубокий, но более текстурный, чем заполняющий. Его, кстати, можно отрегулировать при помощи специальной ручки на передней части. Серединка чистая, детальная и невероятно четкая. С натуральностью, правда, тут не особо гладко, но в целом слушается это приятно. Верха тоже комфортные. Без рези, грязи и сибилитивных призвуков. К тому же резвые и неплохо контролируемые. Своими особенностями девайс, конечно, очень интересен. Тот же оптический выход дает просто массу вариантов для применения. Плюс еще USB разветвитель, возможность раздельного питания и микрофон с индикацией клиппинга. Подводя итоги, игровой ЦАП Duke Audio Q2 Pro дает прямо кучу преимуществ по сравнению с другими стационарными ЦАПами. Имеет достойные измерения, крутую начинку, малый габарит и вес и естественно довольно адекватную цену. По звуку все чисто точно и драйвово. С легким уклоном в мелодику драйв и эдакую студийную аккуратность. Но сцена в глубину почти не ощущается. Рудиментарный тембральный объем и малый акустический вес. То есть подача примерно на свои деньги. В целом хорошо, однако без задатков и какой-то аудиальной изюминки. В принципе брать можно. А на этом у меня все. Это была модель Duke Audio Q2 Pro. Не забывайте, что у нас есть группы ВКонтакте и Телеграме, на которые нужно подписаться. Всем, друзья, добра! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok